В случае улучшения эпид-обстановки по коронавирусу учеников 9-х и 11-х классов могут вернуть за парты. Обсудить этот вопрос планируют уже после зимних каникул, пока старшеклассники продолжают учебу онлайн. Школьникам, у которых нет компьютера, государство поможет. В правительстве предложили несколько вариантов – льготный кредит на покупку компьютера, сдавать компьютеры в аренду и учиться в школьных компьютерных классах при строгом соблюдении санитарных требований. Бендеры, 15-я школа, компьютерный класс. Здесь ребята занимаются по удаленке. У девочек старшеклассница английский, у пятиклассника Илюши литература. Приходит он сюда каждый день вместе с сестрой, как обычно, в школу к 8 утра. Онлайн-уроки до полудня. Все как положено – дезинфекция, проветривание и дистанция. Дома нет возможности заниматься, так как нет технических средств. Нас много в семье, нас шестеро детей в семье. И бывает, что малыши иногда мешают заниматься. Тут компьютеры, хорошая атмосфера. Мне нравится. Я все понимаю, учителя хорошо объясняют на видеоуроках. Чаще всего нам скидывают домашнее задание либо в Айбере, либо в Я-классе. В Я-классе чаще всего я скидываю также и теорию, чтобы мы прочитали, поняли и смогли сделать задание. 15-я школа, как и многие другие в Бендерах, пользуется сразу двумя образовательными онлайн-программами. Мудли и Я-класс. С российской учебной платформой здесь познакомились еще до пандемии. Готовили по ней школьников к Олимпиадам. Помогла она и тем, кто заболел и в класс прийти не может. У меня выпускные классы – это 9-11. Детям очень удобно готовиться к итоговой аттестации и к ИГЭ, потому что она непосредственно на самой образовательной платформе, вот вы видите, есть такой предмет, как единый государственный экзамен. И по блокам оно отрабатывается. Я говорю, еще раз повторюсь, мы работаем с марта месяца, детям это очень нравится. Самое главное, что это очень удобно. Сейчас в бендерских школах вопрос с дистанционкой решили. Около 300 моноблоков, которые закупило правительство, уже завезли и установили. Везде есть оптоволокно и скоростной интернет. Можно приходить и работать с компьютерами. Причем не обязательно в своей школе, а в любой ближайшей. Сейчас так по удаленке учатся около полусотни бендерских старшеклассников. Есть и варианты, как обеспечить ПК ребенку дома. Один из них – взять бесплатно в аренду. По поручению главы государственной администрации была закуплена часть компьютеров, планшеты. Некоторые организации, такие как пивзавод, бендеры рынок торг, нам передавали технику в УНО для дальнейшего использования. По заявлениям родителей, комиссия при госадминистрации рассматривает вопрос. И по договору аренды таким семьям выделяется до конца учебного года компьютерная техника. Еще социально уязвимым семьям компьютер предлагают приобрести в кредит на льготных условиях. Размер кредита до 7 тысяч рублей при 12% годовых, из которых 4% погашает заемщик. Остальную часть на себя берет государство. Сроки займа до 3 лет. На таких условиях купить оргтехнику в Бендерах уже решили 52 семьи. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.